Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Дата посева в томаты это очень важно. В предыдущем видео, когда я рассказывала сколько томатов вместить нам в теплицу, я говорила, что сейчас как раз то время, когда мы уже собираемся, высчитываем, когда нам посеять, раньше или позже, с каких томатов начинать сеять. Конечно, начинать будем сеять с тех томатов, которые у нас для теплицы. Именно поэтому предыдущее видео я снимала и говорила, что вам надо точно знать, высчитать, сколько вы томатов будете в теплицу высаживать, чтобы посеять пораньше, а сколько томатов вы посеете потом для открытого грунта намного позже. И вот все знают, что дата посева это очень важно. Я вот говорила в предыдущем, что комментарии есть, прочитаю вам потом здесь комментарии, я даже выписала даты посевов некоторые. Это почему очень важно? Ну потому что у нас тут, особенно вот у меня сибирский регион, я сейчас говорить буду именно для Сибири, но приравненных к Сибири регионов очень много. Это и Урал, и Дальний Восток, и почти вся средняя полоса России, она в таких же погодных условиях климатических, как и мы, отличается только от нас южане, юг страны. Но про южан мы не будем говорить, у них, наверное, с посевами там все ясно. У них даже если посадить пораньше, то к моменту высадки уже тепло. А у нас какая ситуация? Хочется получить урожай пораньше, сеем пораньше. Но к моменту высадки бывает так холодно и такая погода, что рассаду приходится задерживать или дома на акне, или где-то на доращивании. Она теряет качество, она перерастает, она делается слабой больной. Еще хуже, если у нее уже там отсветет и завяжутся плоды. При высадке мы можем плоды эти потерять. А это самые, ведь первые кисти, это самые крупноплодные из всего куста. На первой кисти самые крупные томаты. Если мы посеем рано, она у нас зацветет и завяжется, вот эта маленькая помидорка, она при пересадке может отвалиться. Вот чреват ранний посев тем, что качество рассады портится. Теряем первые кисти и цветочные, даже если они цветут, или вот даже зависть. Посеять поздно, если, вот у нас сибирский регион, если мы позже посеем и высадим, ну как, в соответствии с погодными условиями, мы очень часто снимаем зеленые плоды. Некоторые томаты с длительным вегетационным периодом у нас вообще не вызревают. И поэтому поздно или рано, и все мы мечемся, хочется и раньше, но не хочется терять качество, урожайность снижается у плохой рассады. Посеять попозже, рассада будет крепкая, здоровая такая, она не будет передержана на окошках, но она позже начнет созревать. Вот я сейчас расскажу о датах посева у нас в Сибири. И сразу скажу, что все даты, которые вы посмотрите в интернете, там на лунных календарях везде, это просто даты рекомендованные. Вы можете посеять на неделю раньше, на неделю позже. И я уже указывала даты, я говорила, что примерно 15 мая мы в Сибири сеем, и мне уже пришли комментарии, что не рановато ли это. Но знаете, понятия рановато нет. Нет, если я умею выращивать рассаду, если у меня есть условия, если у меня есть освещение, у меня есть специальная теплица для доращивания, когда я могу во время холодов-заморозков занести ее домой, потом снова вынести, то не рано никогда. У меня были годы, я сеяла и в январе, и доводила рассаду до высадки в грунт в отличном состоянии. Ну, конечно, перевалки, двойные перевалки, сначала пикировка, потом перевалка, еще одна перевалка. Это тема другого видео, как получить ранний урожай без ущерба для здоровья рассады. Сегодня только о датах. И вот сейчас еще скажу одно. Некоторые сеют рано и затормаживают, специально проводят процедуры, чтобы притормозить рост рассады. То есть понижают температуру, чтобы ей не было тепло, убирают комфортные условия, как бы в холоде ее держат, даже укорачивают в световой день. Да, она выживает, она дотягивает до высадки в грунт, но сразу говорю, что вот такая рассада, которую мы мучаем, как бы, искусственно создавая ей плохие условия, она все равно будет не ту урожайность иметь, как выращенная естественным путем, которая сама дойдет. И все новички должны знать, или вы получаете ранний урожай, сеете рано, но на эти томаты, на большой урожай вы не надеетесь. То есть эта группа томатов, посеянная рано, минимальное количество, она только для раннего урожая, только для того, чтобы восполнить нехватку наших витаминов, вот эту охотку сбить. А все остальные томаты должны быть посеяны чуть позже, чтобы они немножко более естественным путем выросли рассады. О сроках. Ну, все знают, особенно вот наши жители Сибири, все знают, что самой крепкой считается рассада мартовская. В январе, что садим, или садим, что бы в феврале. Обычно она, ну, как есть выражение, замученная. Ну, вот замученная рассада. И еще, все наши даты посевов зависят, конечно, от погодных условий. Если вы живете в Сибири, если вы живете на Урале, если у вас нет теплицы, если у вас нет дополнительного укрытия, если у вас нет ничего для потом дальнейшего вот этого рассада выращивания, хорошей, крепкой, не торопитесь. Даже в марте, правильно одна женщина заметила, что 15 марта рановато, даже в марте можно посеять и 20, и 25 марта в конце. Но опять же, не все томаты успевают вызреть. Высаженные, вот, например, 25 марта, если они среднего срока созревания, то они начинают у нас август-сентябрь, а в сентябре у нас, возможно, заморозки. Тут вы сами должны, вот, есть рекомендованные даты, я в том следующем видео даже лунный календарь вам покажу, но этот год уже новый вышел. Для ознакомления просто. Я его, конечно, не соблюдаю, но смотрите, все равно смотрю. И вот вы должны выбрать, или вы больше посвятите времени выращиванию рассады, и посеете рано, и получите раньше урожай. Ну, или у вас будет дежурный уход, посеете позже, ничего она от вас не потребует, просто какую-то часть томатов придется снять зелеными. Все, я не знаю, ну, вроде все понятно. Вот, я смотрела многие даты, ой, таблицы с датами по регионам, и для новичков, это просто к сведению, многие специалисты, и многие вот эти таблицы, везде почти написано, что для холодных регионов, таких как Сибирь, Урал, Дальний Восток, вот эти специалисты, которые занимаются растениеводством, они вообще рекомендуют нам, жителям холодных регионов, отказаться от позднеспелых сортов томатов, потому что, ну как, вы не сможете, их или нужно сеять рано, вот как я говорила, ну, создавать дополнительные условия, или сеять в свое время, но они у нас не вызревают. И вот если вы посеете средне-позднее, я тоже очень мало, я обычно, наши сибирские, и районированные, с коротким вегетационным периодом, если вы все-таки решите посеять в холодном регионе, проживая позднеспелые томаты, их должно быть минимальное число от всей общей массы. Ну, вот прям чуть-чуть. Вот нравится вам Дебарао, который долго растет, он высокорослый, он считается позднеспелым, на глубокую осень у него поспевание. Если он вам нравится, ну, посадите несколько кустов, но пусть все-таки основная масса будет те, которые успевают вызревать, которые хорошо себя ведут при пониженных температурах. Это важно. Я вот говорю, что тоже стараюсь сеять ранние, средние сроки созревания. Первыми всегда мы сеем томаты для теплицы. И тут даты. Вот смотрите, для Сибири, если у вас есть теплица, всегда называется февраль. Десятое, двадцатое февраля. Но если у вас есть условия, в теплицу можно подогреть, чем-то укрыть, двойным укрытием, какие-то тепловые пушки, у некоторых даже есть греющие кабели, то, конечно, можно посеять и в январе. Я один год делала посев томатов, сейчас скажу, 25 января. И вот 25 января посеяв, если, как надеемся на теплую весну, если весна благополучная, то мы в апреле, например, 15-20 апреля, я их высаживаю в теплицу. И иногда бывает, даже не требуется подогрева, бывает с апреля, апрель, май и до июня, вот вообще нет заморозков. Но я всегда предполагаю, что если я посею 20, например, января, 15-20 января, то высадив эти томаты в теплицу, я должна иметь все оборудование, и какой-то подогреватель, и дуги закрывать, и укрывной, и пленки. Если вы на такие подвиги не готовы ходить каждую ночь, укрывать, проверять температуру, тогда рано не сейте. Но вот вообще для Сибири, для теплиц всегда указано, я так сею 10-20 февраля, и в конце апреля, начало мая, мы высаживаем уже это в теплицу. Так, это у нас выходит или первый посев, или тот, кто в январе сеет для подогреваемой теплицы, это уже вторая волна у некоторых. Вот у меня, я в несколько сроков сею, у меня это частенько бывает вторая волна посевов. Потом уже третья волна посевов у нас идет в марте. Сразу после 8 марта многие Сибири, не только я, хоть некоторые пишут, что это рано, у меня вот соседка справа, соседка слева, как только 8 марта проходит, мы начинаем сеять. Начинаем сеять томаты с длительным периодом созревания, чтобы они успели поспеть. Все, это посев. С 9 по 20 марта сеем. И последнюю очередь у нас остается. С 25 марта мы сеем все ранние, скороспелые, ультраскороспелые. Их можно сеять до середины апреля. Вот смотрите, если мы посеем, нам надо, чтобы рассада была примерно 60 дней. До 60 дней она без ущерба для здоровья растет у нас на окне или где-то там на стеллажах. Если мы даже вот эти ранние, скороспелые посеем 10 апреля, 10 мая месяц пройдет, 10 июня 2 месяца. Вот к 10 июня у них будет уже полноценный куст, здоровый, готовый к высадке. Но такие сроки посева пригодны только для томатов с коротким эгитационным периодом, которые ранние, которые суперранние, скороспелые, ультраскороспелые, у которых небольшие, некрупные плоды, штамбовые, все вот эти детерминантные, низкорослые, вот эти все подойдут. Ну, конечно, если вы 10 апреля посеете нормальный крупноплодный плод, ничего хорошего не выйдет, он в Сибири не успеет у нас вызрать. Все. И вот как раз до дат я дошла. Но еще хочу напомнить, конечно, что специалисты вот эти даты нам рекомендуют, но все это только рекомендации. Вы сможете сами все изменить, хоть рано, хоть поздно, сеять можно хоть когда. Но все-таки посев первых томатов в Сибири у нас всегда рекомендован февраль 10-20 числа для теплиц, во вторую очередь вот март 10-20 числа, это уже для открытого грунта, но с длительным периодом вегетации, которые, и в последнюю очередь сеем ранние и скороспелки. Все. Даты посева могут меняться, я тоже часто планирую, вот на это запланировано, но иногда жизнь вносит свои коррективы. Кто-то может заболеть, кто-то может куда-то срочно уехать. Я иногда сама вот на неделю отодвигаю позже, или иногда даже раньше. Позже отодвигаю. Почему? Иногда бывает, занесешь лотки, не успею согреться, они у меня заморожены на улице, и что-то там, семена, например, не успею обработать, и смещаются. Иногда бывает рано надумаю, подумаю, надо посеять сейчас, на той неделе мне будет некогда. Всякое бывает. И вот, несмотря на то, что занимаюсь этим много лет, у меня никогда нет одной даты единой. Вот, например, каждый год я сею такого-то числа, и, наверное, ни у какого человека этого нет. Мы все можем менять, мы все можем под себя подстроить, под наши жизненные обстоятельства. И вы не расстраивайтесь, если вы не успели, например, посеять для теплицы с 10 по 20 февраля. Ну, посеете 25, или там, 28, или даже 1 марта. Ничего, тепличные условия, они там быстро растут. Если вы опоздали на неделю, можно недели раньше, можно недели позже. И вот в связи с этим, как раз хочу в комментариях прочитать, про которые я все говорю и говорю. Главное, чтобы, когда вы будете высаживать, грунт успел прогреться, и не высаживать в холодный грунт. Так, комментарий. Светлана Ди написала, ну, там, девушка Александра спросила, какие даты все-таки посела. Она написала, вот я живу в одном регионе с Ольгой, и от позднеспелых овощей практически отказалась. Сажу среднеспелые. Вот как раз о чем я и говорю. Если вы откажетесь от позднеспелых сортов, ничего страшного не произойдет. У нас очень много среднеспелых, ранних сортов. С позднеспелыми, если честно, у людей морока, особенно у начинающих. Рассада перерастает, если рано, ну и опять, начиная сначала, все то же самое. Вот она пишет, отказалась. Первая посадка 15-20 февраля. И пишет, томаты для теплицы, у меня среднеспелые, их можно посадить 20-25 февраля и высаживаю в теплицу 15-20 апреля. В это время земля должна быть прогрета не меньше 10 градусов. Вот как раз вот то же самое, что мы сейчас с вами говорили, что в конце февраля сеять томаты, в конце апреля высаживать. Для сибирского региона и всех холодных регионов, это вот как раз те самые оптимальные условия, когда уже можно что-то сделать. Вторая партия томатов, это также среднеспелые, она пишет, с 1 по 10 марта в неотапливаемые киплицы и скороспелые сажу 15-25 марта. Открытый грунт. И она также подмечает, что если вы видите, какие-то томаты не взошли, то есть время подсеять скороспелые и ультраранные. Да, я вот кстати про это забыла. Если у вас что-то не получилось с посевом, что-то не взошло, черная ножка убила, вы в конце посевной можете всегда сделать досев, то есть посеять. Но выбирайте только скороспелые ранние сорта. Тут уже никакого выбора у вас нет. Пусть они будут мелкоплодные, пусть они будут низкорослые, но вы хотя бы сможете возместить тот ущерб, который, ну часто бывает, бывает кошка ляжет, сломает, бывает черная ножка срубит, всякое, бывает засыхают, бывает замерзают. Если будете делать подсев, только ранние скороспелые сорта. Это в любом сроке, даже если у вас конец апреля, можно досеять. Так, и еще. Одна девушка спрашивает, ультраскороспелые нельзя посадить пораньше, чтобы раньше был урожай, вот впритык к высадке грунт, например. Ну и ясно. Да, скороспелые можно садить раньше, можно садить раньше, больше сеять, вернее, раньше. Но в этом случае, они же будут у вас рано, быстро сформируются, в этом случае вам будет обязательно рекомендована перевалка, пикировка еще одна. Ну, то есть, из маленького объема вам придется пересаживать. Я вот даже в 5-литровые бутыли пересаживаю, я вот все сейчас буду говорить, какую-то ару я приготовила. То есть, этот куст не должен ощутить нехватку грунта, нехватку питательных веществ. Он же уже будет взрослый. И потом осторожно вы берете эту там оболочку и прям вместе с комом вы посадите. Все возможно. Я всегда говорила, что посеять можно чуть раньше, посеять можно чуть позже. Но тут скажите, какие сорта помидоров можно посадить в теплицу для раннего урожая? Опять же вопрос, любые, хоть какие. Если вы хотите без труда получить ранний урожай, лучше, конечно, с коротким сроком созревания, тогда будет ранний. Но я высаживаю для раннего урожая и крупноплодные индетерминатные сорта. Просто сею их очень-очень рано и потом вожусь с этой рассадой. Перевалки, пикировки, досыпка грунта. Все в таком усложненном варианте. Об этом буду говорить попозже. Пока, до свидания. Вот это даты высадки томатов в Сибири и в других холодных регионах. То есть февраль 10-20 для теплиц, март также 10-20. Все это ориентировочно для открытого грунта томаты с длительным сроком. И после 20-25 марта все остальные скороспелки, ранние ультраскороспелки, вся эта мелкота, вся эта ранняя-ранняя вот эта продукция, которая будет хорошим подспорьем до созревания крупноплода. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Несмотря на то, что новогодние каникулы, нужно готовиться к посевам. Сегодня я буду заносить лотки, размораживать и буду показывать, что я делаю, какая предпоседная подготовка грунта. Желаю всем хорошего сезона, дружных всходов и богатого урожая.